Здравствуйте друзья! В этом обзоре мы снова поговорим о светильнике с адресными светодиодами, выполненном в виде ленты и управляемым по Wi-Fi. В отличие от обычных светодиодных лент, все диоды которых в один момент времени могут светить только одним выбранным цветом, конструкция героя обзора такова, что задать режим работы каждого диода можно по отдельности. Это дает возможность применять различные световые эффекты, бегущие огни, градиентное освещение, разноцветный свет и так далее. Перед тем как мы начнем, проверьте, не забыли ли вы подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей. Тип устройства. Адресная светодиодная лента. Интерфейс управления Wi-Fi. Длина 3 метра. Есть версия на 5 метров. Напряжение питания 24 вольта. Класс защиты IP67. Диапазон рабочих температур от минус 20 до 60 градусов Цельсия. Экосистема. Tuya Smart Smart Life. Совместимость Google Home, Amazon Alexa Home Assistant. Приехала лента в простой картонной коробке без каких-либо познавательных знаков. Иногда это бывает, когда устройство еще не вышло в продажу или только-только появилось. В моем случае отправка была сделана еще перед началом продаж. Хотя лично для меня это никакого значения не имеет. Главное не оформление упаковки, а ее содержимое. Вот все что нашлось внутри и сейчас мы рассмотрим все подробно. Блок питания. В ней естественно приехал вариант под евро розетку. Что хорошо вилка заводская, а не через переходник. Он рассчитан на входное напряжение от 200 до 240 вольт, а на выходе отдает 24 вольта. Максимальная мощность 36 ватт. Есть небольшая инструкция на английском языке. Тут указан способ сброса в заводские, для чего его нужно трижды включить и выключить, после чего лента начинает мерцать. Также тут описана базовая функциональность пульта, контроллера и приложения. В комплекте есть крепеж. В мою посылку с лентой на 3 метра положили 15 пластиковых зажимов с саморезами, то есть по 5 штук на метр. Также есть запасная заглушка. Еще в коробке нашелся пульт дистанционного управления, что дает возможность управлять лентой совершенно автономно. При помощи 24 кнопок можно устанавливать яркость, цвет, менять эффекты и их скорость. Есть возможность установить автоматическую смену эффектов. Питается пульт от батарейки и таблетки CR2025 или CR2032, подходят обе. Более распространенная, я имею ввиду инфраструктуру умного дома, CR2032. Контроллер. Собственно, это и есть та самая часть, которая делает устройство умным. Тут находится вся логика, Wi-Fi модуль, приемник для ЕК сигналов и микрофон. Блок питания подключается к контроллеру, далее все управление лентой ложится на его плечи. С другой от разъема питания стороны отходит 3 кабеля. Один из них это приемник ЕК сигналов от пульта дистанционного управления, два других это разъемы для подключения светодиодных лент, разъемы имеют водозащиту. Местонахождение встроенного микрофона можно определить по перфорации на корпусе контроллера. Три кнопки предназначены для включения, выключения, переключения сцен и режима статического цвета. Ими можно регулировать яркость и активировать музыкальный режим. Теперь перейдем к основной части устройства, собственно самой ленте. Она заключена внутрь гибкого корпуса, что обеспечивает ему защиту класса IP67. То есть, должна выдерживать нахождение под водой на глубине 1 метра не менее 30 минут. С учетом температурного диапазона от минус 20 градусов, такую ленту можно использовать на улице. Рабочая, то есть светящаяся сторона, не самая широкая, как можно было сразу подумать, а одна из боковых. Ее можно отличить по полупрозрачному матовому покрытию. Комплектные крепления, соответственно, устанавливаются с другой стороны, точнее лента вставляется в них. Держится плотно и надежно, но при этом есть возможность при необходимости ленту снять. Для обеспечения водозащиты на конце корпуса установлена заглушка, еще одна идет в комплекте. Кстати, ленту можно обрезать, если она окажется слишком длинной. Соединительный трехконтактный разъем держится при помощи завинчивающейся крышки. Такая конструкция обеспечивает и надежность соединения, и защиту от попадания влаги. Лента готова к работе сразу после подключения питания. Управлять можно при помощи комплектного пульта, даже без подключения к системе управления умным домом. И конечно же пульт остается полностью работоспособным и в том случае, если по какой-то причине умный дом теряет управление, не работает интернет или вай-фай. Плавно подошли к логической части. Как я уже упомянул, согласно инструкции, сброс устройства можно сделать три раза выключив и включив его по питанию. То что все прошло успешно, будет видно по мерцанию ленты. После этого ее можно начать добавлять в систему управления. Лента предназначена для работы в Tuya Smart или его клоне Smart Life. Нажимаем кнопку с плюсом и видим, что появилась доступная для добавления устройства лента. Поддерживается только вай-фай 2.4 ГГц, поэтому смартфон заранее нужно переподключить в этот диапазон. Ждем примерно минуту или две, пока происходит обмен данными, и контроллер ленты подключается к домашней сети. После этого загружается и плагин для управления. Вот так герой отзора выглядит в общем списке устройств. Отсюда ее можно только включать или выключать. Все остальные действия только в плагине. В плагине есть несколько режимов работы. Статический. Дает возможность выбрать из палитры или плиток желаемый цвет свечения. Благодаря тому, что это адресная лента, можно выбрать или готовую комбинацию цветов, или раскрасить каждый сегмент вручную. Светит лента достаточно ярко, но в качестве рабочего освещения не подойдет, только как фоновая или атмосферная подсветка. В принципе, это и есть ее основное предназначение. Режим сцен дает на выбор множество различных цветовых схем, которые распределены по темам. Это уже динамическое освещение. Различные варианты бегущих огней, смены цвета, градиентов и т.д. Кроме защитных функций, матовое покрытие обеспечивает рассеивание света от диодов. Это выглядит, как свечение всего сегмента ленты, а не отдельных точек светодиодов. Музыкальный режим тоже имеет множество предустановок, а кроме этого дает возможность выбора. Это будет локальный режим, то есть при помощи встроенного в контроллер микрофона или через приложение, тогда будет использоваться микрофон смартфона. В зависимости от выбранного режима, лента будет мерцать, двигать светящиеся сегменты и изменять их цвет. На последней странице плагина разместились две опции. Обратного отсчета. Тут можно задать время, через которое лента изменит свой статус. Если была выключена, включится и наоборот. И настройка длины ленты. Для адресных светодиодов это обязательная настройка. По умолчанию, для этой длины установлено 2,35 метра. Максимальная длина 10 метров. К слову, фактическая длина ленты именно 3 метра, как указано в характеристиках, я специально измерил рулеткой. В меню настроек ничего особенного не нашлось. Указана совместимость с сторонними системами, типа Amazon Alexa, Google Home и т.д. Есть возможность проверить прошивку, создать группу устройств и удалить ленту из системы. Теперь перейдем к автоматизациям. Это то, как устройство умного дома взаимодействует между собой, логика работы. В разделе если, триггера автоматизации, то есть тех событий, которые приводят к ее выполнению, лента предлагает 6 вариантов функций. Хотя далеко не все из них можно реально применить. Из того, чем можно пользоваться, это статус устройства включено или выключено и режим работы. Можно еще поэкспериментировать с обратным отсчетом, если конечно вы планируете его использовать. И раздел действия автоматизации. Тут всего четыре варианта функций, причем, обратите внимание, нет возможности изменять цветовые схемы. Это доступно только из приложения или перебором на пульте дистанционного управления. Кроме включить или выключить, есть возможность поменять режим, хотя конкретизировать, как я и сказал, не получится. То есть, установить например музыкальный режим, есть возможность. Но вот выбрать его, локальный, приложение, тип, нет. Можно установить таймер обратного отсчета и зачем-то поменять количество пикселей, то есть светодиодов. Проверим совместимость с Google Assistant. Для того, чтобы гаджеты Tuya появлялись тут, надо разово добавить в систему свой аккаунт, через меню совместимых устройств. Лента добавляется как обычный цветной светильник, эффектов тут нет, только выбор статического цвета и управление яркостью. Забегая вперед, скажу, что управлять эффектами получилось только из родного приложения из пульта. Теперь черед Home Assistant и начнем с штатной интеграции Tuya Smart. Кстати, я заметил, что если устройство работает в Google Home, то это практически гарантирует, что оно будет работать и в этой интеграции. И действительно, лента определяется и появляется как объект стандартного домена Light. Управление только как обычным цветным светильником. Как я только что сказал, эффекты включаются только в приложении и кнопками пульта. Хотя я вам уже раскрыл интригу насчет эффектов, во время тестирования я об этом еще не знал и надеялся что-то вытащить при помощи интеграции Local Tuya. Подключается она также как и родная интеграция, но позволяет работать с устройствами локально через их логические точки управления Data Point. Их тут нашлось 7 штук, из которых сразу на вскидку можно было определить. 20 это включить и выключить, 21 режим работы и 24 это текущие параметры, яркость и цвет. Это стандартно для цветных светильников Tuya. Тем не менее, проверить надо было все. Поэтому я подключил их в виде сенсоров, кроме 20 там включить и выключить без вариантов. Имена чтобы не путаться дал по номерам Data Point. После этого стал менять в приложении режимы работы, параметры и наблюдать за изменением состояния этих сенсоров. Я не ошибся с определением, первых трех точек управления. 20 действительно переключатель, 21 режим, их всего 4, цветной, сцена, музыкальный и белый, но белый по факту не рабочий. А 24 реагирует на любое изменение цвета и яркости. Еще мне удалось определить значение 26 Data Point, это обратный отсчет в секундах. То есть, если сравнивать с штатной интеграцией, одна дополнительная опция все же нашлась. Остальные точки не менялись ни разу, ни при каких моих действиях. После этого я удалил ленту и добавил ее еще раз, уже как светильник. Управление через 20 Data Point, режим цветов 21 и цвета 24. Кроме светильника, я решил добавить еще один сенсор. Это 26 Data Point, который отображает значение времени обратного отсчета. Пусть будет. Вот так лента выглядит у меня при добавлении через интеграцию Local Tuya. С точки зрения светильника, ничего нового относительно интеграции Tuya Smart тут не появилось. Стандартное управление цветным светильником. Сенсор обратного отсчета обновляется каждую минуту, это можно увидеть в истории изменений, а для теста я запустил интервал 4 минуты. По его истечению, лента поменяла свой статус, включилась. Интеграция позволяет не только получать данные с Data Point, но и менять их. Для этого применяется сервис Local Tuya SetDP. В параметрах указываем Device ID, он берет со страницы устройства в интеграции, номер Data Point и значение, для примера 120, это 2 минуты. Все сработало, таймер был установлен, а по его истечении лента снова изменила свой статус, в данном случае включилась, можно пользоваться. Впечатления от устройства в принципе неплохие. Сделано качественно, лента находится в защитной трубке и может быть использована на улице, либо в влажных помещениях, если кому-то вдруг захочется сделать атмосферную подсветку, например в ванной. Наличие пульта дистанционного управления это плюс, тем более, что он работает в любом случае, вне зависимости от доступности системы управления умным домом. Из того, что хотелось бы добавить, это конечно управлять эффектами при помощи автоматизации, хотя бы в родном приложении, но в идеале, чтобы для них был свой Data Point. На этом все, надеюсь, что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал. Вы можете поддержать развитие канала, став его спонсором, либо оформить подписку на сервисе Patreon, или сделав небольшой донат на BuyMeCoffee. Также веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройство умного дома, буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео размещены ссылки, по которым можно заказать эту ленту, а также на другие мои видео по данной теме, на сервисы для материальной поддержки и мой телеграм-канал. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!